Радио Болтком Каждую среду в полдень на Радио Болтком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Конечно, ходите на концерты классической музыки Сегодня у нас в гостях Представитель Те, кто создает классическую музыку Академическую В самых лучших образцах Это Есть исполнители такие, как я А есть создатели У нас композитор Георг Пелецис Здравствуйте, Георг Здравствуйте Георг у нас был Пару лет назад в студии Была замечательная беседа Я надеюсь, что сегодня мы тоже порадуем наших слушателей И разговорами о создании музыки И о том, что вы сейчас пишете Может быть, каких-то ожидаемых премьерах в Латвии Вот сразу так вот много вопросов вам задала Давайте начнем с того, что Где можно в ближайшее время услышать вашу музыку Есть ли какие-то концерты? Ну да, все время что-то происходит Время от времени не могу жаловаться Ближайшее, что можно точно назвать Это 21 мая В церкви старой Гертруды Будет, мне кажется, интересный концерт Это 30-летие Рижского квартета саксофонов Под руководством Артиса Симониса Известный коллектив И массу концертов дал Массу музыки он заказывал Вот будет юбилейный концерт И мне выпала честь участвовать в этом концерте Наверное, первое произведение Увертюра для четырех саксофонов Как раз будет там исполняться Это вот то, что можно наверняка сказать А потом тоже что-то планируется Но так еще даты не определены Это новое произведение, которое вы недавно написали Да, совершенно верно Это новое, да, будет премьера Еще не исполнялось нигде Так что вот премьера всегда очень композитору интересно Послушать, что получилось, что не получилось Как вот какие-то выводы для себя сделать Так что я с нетерпением жду этого концерта 21 мая Вы приходите на репетиции музыкантов? Или приходите сразу послушать уже их интерпретацию того Как вы сочинили произведение? Знаете, как приглашают Некоторые любят, чтобы заранее уже И даже на нескольких репетициях Композитор присутствовал И что-то такое говорил, что-то советовал А некоторые этого очень не любят Исполнители даже что-то не выгоняют Композитор Не мешайте, не мешайте Мы тут сами Ты нас прямо не даешь Не сыграть, не спеть Все время останавливаешь Так что иди отдыхай Вот придешь на концерт, услышишь Так что по-разному бывает А вот когда как раз такой вариант Придешь на концерт, услышишь Бывает, что удивляетесь Что интерпретация сильно разнится С тем замыслом, который вы лично вкладывали? Бывает Да вообще очень по-разному Все бывает Так что бывают Что и такие приятные удивления Что как-то получилось даже лучше, чем ожидало А иногда не очень приятные Где-то что-то недоработало Что-то звучит не так, как предполагалось Так что так Надо быть готовым ко всему А это, как думаете Зависит от исполнителя? Например, когда звучит не так, как хотелось Или это вот как бы такая обоюдная получается Не хочется сказать ошибка А вот при создании произведения Может быть не были учтены Ну как диапазон голоса Или особенности инструмента Ну вот тут очень по-разному бывает Надо разобраться в этом Кто виноват И тут и исполнитель Вообще от премьер Опыт учит, что от премьер Ждать особенно Больших успехов нельзя Премьер очень-то сырое Сырое Нечто сырое Сырое исполнение Так или иначе При всем старании Исполнителей Для них это что-то новое такое Другое дело Когда это играется в пятый В десятый Там, я не знаю В сотый раз Ну, наверное, они обыгрывают Тем не менее К премьерам Вот таким значимым Да, но тем не менее Все-таки вот По первости, что называется Звучит так сыровато И как-то не очень уверенно Хотя бывает и наоборот Бывают такие яркие Хорошие На удивление исполнения Первые именно примеры А потом как-то бледнее все Так что все очень по-разному В этом-то весь интерес Интрига, я бы сказал Для самого композитора Вот как получится А ведь вы еще зависите И не только от того Как исполнили музыку Но еще и от впечатления публики Как они вас примут Важно ли для вас это Или научились Как-то больше абстрагироваться Ведь не всегда публика Ну, по достоинству Может оценить произведение И бывает, например Когда публика, например Восхищается чем-то А ты даже не можешь понять Именно чему она так рада А какие-то более значимые Произведения Остаются равнодушными Да, вы правы Здесь опять-таки Очень много сюрпризов Для композитора В этом-то опять-таки Какая-то интрига Как это будет воспринято Как это будет исполнено Как это будет воспринято Как это получилось И потом тут еще Очень интересная вещь Акустика Концертного зала Вот, например Много Например, домский собор Очень своеобразная акустика Считается выдающаяся акустика Да, конечно В каком-то смысле Чисто акустически Она, конечно, интересна Для органа Да, там звук гаснет Чуть ли не 10 секунд 11 11 секунд Да, это, конечно, нечто Вот Но Это же очень Как сказать Реверберация Многое съедает Поэтому В чем-нибудь быстром Даже когда орган играет В быстром темпе Или когда Какую-нибудь Хроматическую фактуру Скажем, регера Да Регера играет Ну, к примеру говоря Вот В общем-то так По-простому выражаясь Каша получается Все Все очень так Смешивается И вот тут Большая проблема И не только Даже когда Для хора Тоже прекрасная акустика Но вот Четкость текста Тоже страдает Именно из-за этой Акустики Так что тут тоже Нужно быть готовым И вот к таким Неожиданностям Ну, кстати, ведь в Риге В основном Как раз концерт Это проводится И в храмах В соборах Именно с этой Соборной акустикой И даже не только Органная музыка А из концертных залов Какой ваш любимый зал Где вам больше всего нравится Как звучит Так считается Что самая лучшая акустика Это вот в зале университета Там и орган есть Там и любые концерты Очень так оптимально звучат Вот Видимо Это такой эталон Ну, университет Нельзя сказать Что прям такая Раскрученная концертная площадка Там проводятся, конечно, концерты Но это не большая гильдия Не малая гильдия Да, это другой вопрос Конечно, может Она не такая престижная Но в смысле акустики Вот если говорить В акустике Это вот акустика, наверное Самая лучшая То, что вам хотелось бы Чтобы больше там Там вот как раз звук Очень оптимально Такой объемный И богатый И хороший В общем Ну, претензий никаких нет У каждого композитора Есть, наверное Какой-то свой любимый инструмент Которым он чаще всего Отдает при почтении И на протяжении всей жизни Возвращается к нему У вас есть такой инструмент? Или состав? Знаете, такой трудный вопрос Наверное, все-таки нет Но вот в последнее время Мне очень все-таки нравится Работать со словом Поэтому вот вокальная музыка И хоровая музыка Меня как-то привлекает больше всего Потому что здесь кроме вот Музыкальной какой-то выразительности Всегда есть задача Задача Вот донесения текста Раскрытия текста Комментарии каких-то Вот к тексту Короче говоря Очень-очень интересная задача Вот чтобы текст был Не на вторых каких-то ролях А чтобы он был равноправный Такой партнер музыки А на каким текстом вы обращаетесь? На каком языке? Очень разный Очень Вот последнее, что я сделал Это я сделал на латышском языке Вокальный цикл На стихи Виллиса Плудониса Замечательный вот такой Латышский поэт Романтик С 7800-1874 года По 1940 год он жил Так что вот до самой первой, второй мировой войны Вот Очень интересная личность Это отдельная тема Но вот мне его Всегда очень лирика нравилась И вот Недавно поступил Может быть немножко преждевременно Преждевременно об этом говорить Но Я думаю ничего страшного Можно немножко карты раскрыть Это фонд Петереса Васска Есть такой Вот он много концертов устраивает Много у него таких Активностей Так сказать Мероприятий Вот Но в частности Каждый год Концерт в сентябре Вот в Межвотне Малая Межвотне Маза Межвотне Это на берегу Это Баусский район На берегу Лелупе Вот И вот У меня есть приглашение Участвовать в концерте очередном Вот в очередном сентябре Значит Числа не знаю Но где-то вот Обычно в первой половине сентября это происходит Ну вот И значит там Конкретный адресат был Как исполнители Кто будет петь Значит И так далее И так далее Но в общем С другой стороны Был такой Карп-бланш Вот что-нибудь сделать Вокальное И вот Я воспользовался Такой возможностью Взять одного из своих Любимых поэтов Плудониса И сделать Такой небольшой Цикл О весне Можно сказать Иоганн Себастьян Бах Часто свои произведения После того Как написал Для одного Например Произведение Для одного Инструмента Или для состава Потом Сам же Перекладывал Для других Знаменитая его Ихоральная прелюдия Моль мажор И еще есть Замечательная Гамбовая соната Соль минор Которая есть И версии Флейт И даже для соло Органа У вас есть Такое Что вы Одно произведение Видите В разных Интерпретациях Совершенно верно Я как Бах Тоже Очень большой Любитель Делать Вот варианты И обрабатывать Ну как бы Сам себя Просто какие-то Любимые Может быть Произведения Например Это обработки Вот у меня Есть целый ряд Обработок Латышских Народных песен И вот Одна из них Это Тумшанакта Заля Залы Которые я Наверное Не устану обрабатывать В течение всей своей жизни Уже наверное Штук 5-6 вариантов Есть Так что я Не совсем Механически Переношу С одного И он не переносил Да Немножко Немножко Варьирую Так что Получаются Версии Какие-то Вот Пиарта Например Тоже у него Такое Приведение Фратрес Тоже В бесчисленных В бесчисленных Вариантах Даже Неожиданных Для Валтор Ни с того Ни с сего Там такая Казалось бы Тонкая фактура И трудная фактура Для духовых инструментов А вот пожалуйста Четыре Валтор Тоже один из вариантов А это к вам обращаются С такими аранжировками Или вы сами Уже слышите Это произведение Вот в такой интерпретации Обращаются Обращаются Иногда вот пишут По имейлу Так и так Вот и Получили ваше произведение Ну вот я бы хотел Значит в таком варианте Вот Ну я говорю Конечно У меня просто Даже нет Нет права Воспрепятствовать Потому что ты как стрела Выпустил из лука Эту стрелу Она уже летит Ты уже над ней Не властен Так что работай Пока стрела На луке Когда она еще Не выпущена А потом уже Каждый делает Что хочет с ней Очень многие композиторы Конечно Большую часть Зарабатывают На киномузыке Пишите ли вы Произведения Для кино Спектаклей Нет К сожалению Вот именно Что к сожалению Так сложилось в жизни Что как-то не привелось Не привелось Честно говоря Я даже завидую Вот коллегам Которые имеют Очень многие мои друзья Даже Много заказов Имейт Вот Владимир Мартынов Да У него десятки и десятки Или скажем Артемьев Эдуард Артемьев Сотни наверное Картин Вот Это очень здорово И прекрасная музыка Шнитки например Тоже Кроме Академической музыки У него совершенно Мне даже кажется Что может быть Даже более сильная Яркая сфера Это именно Она более понятная Да Для слушателей Более демократична Ее все знают Понимают Да И таланта там Не меньше чувствуется Чем в академической музыке Так что Им повезло Мне как-то в этом смысле Надо сказать Не повезло Я бы не прочь Ну теперь уж поздно Наверное Уже Ну почему поздно Но по крайней мере Не поступают предложения Вот так Ну вы известны еще Как полифонист И то что вы преподавали Полифонию В течение долгого времени В академии музыки А насколько полифония Представлена в вашем творчестве Любите ли вы писать Именно полифонические произведения Да Вот это хороший вопрос Мне иногда его задают И меня как-то Немножко даже смущает Потому что Действительно Полифонию я профессионально Занимался 50 лет Именно 50 лет Я работал Вот в нашей музыкальной академии В Риге Сейчас уж пару лет Как-то не работаю Но вот не могу сказать Что для меня Характерно полифония Что она меня очень увлекает Чисто творчески Хотя есть Есть И если кому-то будет интересно Он там покопается И найдет что-то И проанализирует И прокомментирует Так что не могу сказать Что нету Но Больше всего Меня все-таки Интересует Вот Сфера Вот гармонического языка Вот так Гомофонно-гармонического Получается Или не совсем Гомофонно-гармонический Это именно там Мелодия с сопровождением Вот так вот А у меня вот именно Вот аккордовая сфера Вот аккордовая краска Аккордовые тонкости Какие-то Вот привлекают Больше всего Так что если на этом фоне Вдруг приходит идея Какого-то контрапункта Каких-то там полифонических Допустим Идея Это да Можно конечно И бывает Я говорю есть Не могу сказать что нету Но не характерно Ну а бывает такое Что приснилась мелодия Или как Антонио Вивальди Да известная история Неизвестна правда или нет Что он бросил Служить мессу И удалился в резницу Чтобы записать Пришедшую ему На ум Мелодию Очень верю Что это реально Потому что мне тоже Часто приходят Приходят какие-то Музыкальные Идеи Ночью Вот И я проснулся Что-то такое Пришло в голову Я понимаю Надо бежать Записать Хотя бы Главное Что утром Конечно проснешься И забудешь Так что Десятки раз Так бывало Бывает такое Что например Все-таки поленился Не встал Потом расстраиваешься А через какое-то время Все равно Опять приснился Ну вот тут Такие тонкие вещи Тут то да не то Потом вроде Да вспомнил Но вот там же было лучше А я сейчас вспомню Что-то я вспомнил Но вот не то Вот поленился Не побежал Не записал Вот теперь и получи Результат Так что Нельзя лениться Это как Франц Шуберт Он все мелодии Записывал даже На любой бумаге Которая была под рукой Да да Вот интонацию даже Иногда даже Не столько большая Какая-то развернутая мелодия Стоит какой-то вот оборот Или вот опять-таки Меня гармонический язык интересует Какой-то вдруг Вот гармонический оборот В голову придет А вот как это интересно звучит Я вот чисто умозрительно Придумал Какое-то сочетание аккордов Вот А как это звучит Вот интересно Бежишь Значит раз запишешь А нет ничего особенного Ну и все забыл А иногда нет Вот здорово Да интересно Ну то есть бежите к роялю И слушаете Как оно звучит Ну да Да А сочиняете больше За столом Или за роялем За роялем За роялем Ну сейчас компьютер помогает Очень конечно Ну и компьютер И клавиши Это все Без этого не обойдешься Ни без одного Ни без другого Ну многие композиторы Конечно Переписывались Да То есть Осталось большое наследство Нам Переписок Выдающихся Писем Выдающихся композиторов И у вас ведь есть тоже Письма как раз С Мартыновым Которые Это Расскажите Хотя мы с вами Немножко говорили На передающей передаче Но мне кажется Новым слушателям Будет интересно Об этом послушать Ну да Может быть Мы об этом уже упоминали Действительно Такой Как вот теперь выясняется Я бы сказал Такой уникальный Даже вот Получился Опус В конце концов Вот переписка Двух композиторов Может быть Где-то это еще есть Но вот у нас Как-то это получилось Довольно интересно И неожиданно Потому что Я в свое время Это были Восьмидесятые годы Прошлого века Мы были совсем Тогда молодые Написал письмо Мы с Володей Мартыновым Переписывались Вот И как-то Написал очередное письмо И приписал Небольшой музыкальный Фрагмент Там Десяток тактов Может быть Вот И значит Подписал Что А сейчас у меня Вот такое настроение Ну и Написал Написал Приходит ответ Смотрю Развернутые Какие-то Нотные тексты И приписка Твой ход Значит Сразу Со свойственным Его Таким Концептуализмом Он сразу Ухватился За концепцию Ага Ты мне Я тебе Вот тебе Давай Ты мне Я тебе И значит Пошла Шахматная партия Такая Вот Ну я думаю Да Ну почему бы и нет И вот Лиха беда начала Начали мы Переписываться Начали мы писать Друг другу Такие музыкальные Реплики Вот Ну тут Очень Так сказать Интересные Какие-то Проблемы Сплыли А вот Как вот Целое Контролировать Чтобы это Какое-то Произведение Получилось Или просто Как переписка Совершенно Ни к чему Не обязывающая Да То есть Литературное Произведение Роман И эссе Совершенно верно И я вот Все-таки Старался Делать так Чтобы это Все-таки Было целым Каким-то То есть Законченная Миниатюра Ну это уже Не менять А вы имеете Ввиду Именно в переписке То есть Одна Следующая Пьеса Вытекала Все это Последовательность Музыкальных Писем Чтобы это Действительно С прицела На какое-то Вот Ну концертное Целое Можно сказать Вот А он Не очень-то Поддерживал Он Значит Так Это Часто Как-то То влево То вправо И все Это Очень трудно Было Потом Как-то Вот Сгруппировать Но Как бы то Не было Вот эта Переписка Формировалась Сформировалась Довольно Долго Где-то Музыки Уже Было На час Может Было Чуть Чуть Больше Общей Музыки А потом Он Сказал Ну Значит Наверное Хватит Уже Сколько Можно Уже Неинтересно Надоело Ну Хватит Так Хватит И все Вот И прошло 15 лет Прошло 15 лет Друг приходит От него Письмо Очередное И он Пишет А знаешь Что Переписка Наша Че она Так Вот Осталась Давай-ка ее Исполним Я говорю Ну мы же не писали Ничего концертного Без прицела На концертное Исполнение Нет-нет Почему Я думаю Можно исполнить Вот пришло время Тогда Говорит Не было Такого Времени Актуальности Не было Да И вот Говорит Надо исполнить И вот Назвал Исполнителя Говорит Не мы будем Играть Вот Алексей Любимов И Иван Соколов Композитор В Рахманиновском Зале В Москве Вот такого Числа Готовы сыграть Приезжая Значит Послушив Что получилось Да Вот Ну приехал я Значит Вот сыграли они Ну да Действительно интересно Все очень удивились Такого прецедента В общем Не было Такие переписки Были Может быть Такие частные Музыгальные Но что вот Такое Концертная Какая-то сумма Чтобы получилось Произведение Вот я такого Примера не знаю Если где-то есть То есть Но неизвестен В итоге Ваш план Оказался верным Чтобы все-таки Было концертное Очевидно Очевидно Да Очевидно Да Все-таки Вот это все Правильная была Стратегия такая Ну вот Значит А потом Дальше Больше Потом Значит Мы с ним вдвоем Сыграли Потому что Владимир Мартынов Стал организовывать В фестивали В фестивали Свои Кстати говоря Он единственный У кого Уже Если не ошибаюсь 21 фестиваль 21 год подряд В 2001 году Был первый фестиваль В таком Культурном центре Дом На Овчинниковском Переулке В Москве В Москве Да Первый фестиваль У каждого фестиваля Своя концепция Он очень любит Формулирует Свои концепционные Какие-то взгляды И свой девиз Своё название И вот Своя публика Тоже организовалась Он очень Большим удовольствием Приглашал кого-то Ещё Там Не только его Были произведения И вот Почти целую неделю Этот фестиваль длился Ну не неделю А дня 3-4 Вот фестиваль длился И вот На одном из этих фестивалей Мы с ним тоже Сыграли нашу переписку Даже ещё там Немножко расширили Там Ещё кое-что там Попикировались Так сказать Музыкальными репликами И вот Всё это мы сыграли Жалко Что эта запись Не сохранилась Но потом Была запись В зале Чайковского Специально Значит Супруга Мартынова Татьяна Гринденко Сняла Зал на ночь Для записи Потому что Очень трудно Там конечно Там были Два стейнвея Два рояля Вот это было Важное условие Что студии там много А где-то Даже одного стейнвея Не найдёшь А два так тем более А там пожалуйста Значит можно Короче говоря Там мы две ночи Поработали Записали Вот вышел Компакт-диск Так называется Переписка За корреспонденс Вот Ну и с тех пор Значит Как-то Как говорится Пошла гулять Красная свитка По свету Потому что Многие исполняют И любимых С осетинской И осетинская С горю болем И я уж Всех сейчас Не припомню Но разные варианты А некоторые Даже Как-то Решались Сыграть Целиком В единственном числе То есть без диалога А просто вот подряд Свою переписку сыграть Даже такие примеры были Ну вот так Так что Такой довольно Интересный Интересный Прецедент Можно сказать Ну кстати Вы Упомянули Любимого Да Алексея И Полину Осетинскую Можно сказать Что это Пианисты Которые Благоговейно Относятся к вашему Творчеству И очень много Исполняют Ну я бы не скажу Благоговейно С интересом Спасибо им Они проявляют Интерес Всегда С удовольствием Играют И сами Что-то спрашивают И когда я что-то Предлагаю Прошу Это я им Очень благодарен Действительно И любимый Осетинск Это мои 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 исполнители Спасибо им В Латвии Есть такие Исполнители Которые Очень часто Играют Вашу музыку Ну можно сказать Чаще Вот как это Не странно Просто Ваше имя В афишах Чаще вижу в России Чем в Латвии Есть такое Или это Такое есть По крайней мере Вот сейчас Немножко по-другому Стало Вот сейчас В последнее Лет пять Очень активно Как-то и здесь У меня Исполнение происходит Вот А раньше Действительно Как-то больше Вот за границей И на востоке И на западе Больше там Это все Исполнялось Вот А сейчас Ну вот Хорошие отношения Установились у меня С пианистом Замечательным Рейнисом Заринч Такой есть пианист Он учился И в Америке И в Англии И сейчас уже Здесь проживает И вот Недавно Очень Хороший концерт Дал в Резик В этом В знаменитом Концертном зале Горс Фортепианный Такой вечер И играл Новой музыки Много Значит И Моих Моей музыки Довольно Много там Сыграл И еще Планы у него И И На будущее Тоже Мы с ним Поддерживаем В общем-то Творческие Какие-то Контакты А Надо сказать Что еще Очень интересно Пианистка Молодая Латышская Линда Леймана Недавно Записала Времена Годы Фортепианы Это Ваше произведение Да Это довольно А расскажите Что это Это объемная штука Получается Шесть Произведений Четыре Времени Года Вступление Которое Называется Новогодняя Музыка Новогодняя Музыка Потом Все Четыре Времени Года Примерно Минут По 15 Все Это Каждая Идет И Потом Последняя Шестая Часть Снова Новый Год И Вот Вот Она Все Это Просто Подвиг Вот Тем Более Что Она Значит Была Еще И В Положении Уже На Последних Месяцах Вот Большая Физическая Нагрузка Для Него Просто Это Подвиг Она Сумела Вот Влепая Значит Такую Запись Осуществить Записала Уже Сейчас У нее Уже Малыш Появился Там И Так Далее Так Что Молодчина Линда Леймена Молодая Исполнительница Мне кажется Ей 30 лет Еще Нет Времена Года То есть Такая же Программная Музыка Как У Пьет Солы Или Немножко Другой Замысел Расскажите Времен Года Уйма Уйма Да Все Кому Не лень В общем Так или иначе Пишут Времена Года Или По крайней мере Весеннее Что-нибудь Зимнее Осеннее И так далее Но много И циклов Полных Так что Я здесь Не исключение Тоже Хотелось Как-то Сделать Такой Цикл Посвященный Временам Года Ну Как сказать Трудно Здесь Говорить Самому Об этой Музыке Что получилось Посмотрим Скоро Должен В диск Выйти Вот тогда Он будет Доступен Пусть Тогда Слушатели Встретимся Еще раз И поговорим Уже Тогда уже Слушатели Судят О том Что получилось Чаще Пишите Музыку По заказу Или Как бы По велению Зова Сердца И потом Ищите Исполнителей И так И так И так И так Вот Некоторые Мои Друзья Например Павел Карманов Такой Замечательный Композитор Московский Он Не на заказ Вообще Не пишет Есть такое Да Я страшно Удивляюсь Говорю Паша Ну Как ты Так можешь Вообще Как композитор Может сидеть И ждать Заказа Так вот Представь себе Я не на заказ Не пишу Я профессионал Значит Вот договор Вот Ваши деньги Моя музыка А как Иначе Я же профессионал Я должен зарабатывать Только на заказ Я так не могу Я очень рад И счастлив Когда есть заказы Стараюсь отвечать На все заказы Вот Ну и пишу Конечно И без заказа В основном Без заказа Так надо сказать То есть Чаще Именно По Велению Сердца А трудно Писать По заказу Трудно Трудно Да Трудно Потому что Как-то Вот сам Вот есть Какая-то Идея Вот Недавно Я начал Тоже Новый Может быть Цикл Какой-то 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 Группу Таких Произведений Посвященный Скарлатте Вот Один из Моих Любимых Композиторов Скарлатте И вот Я хотел Сделать То Что Называют Оммаж Оммаж Доминика Скарлатте Нечто Посвященное Скарлатте Его У него 555 Сонат Фортепианных Они Меня В восторг Приводят Вы все Играли Или все Слушали Слушал Слушал Играть Я пытался Кое-что Они Не все Недоступны Все это Издание У нас Нет Этих Кирпатрика Издания Да Так Что Вот Это Что называется Позовое сердце То есть Вы уже создали Это Посвящение Скарлатте В процессе Потому что Я это Задумал Как сборник Таких Сборник Пьес Сколько Их там Будет Я не знаю Для фортепиано Для фортепиано Да Вот Типа Скарлатте Одночасных Сонат Но я их Наверное Не назову Не сонаты А Скажем Каприсы Для фортепиано Для фортепиано Каприсов Нет У меня есть Каприсы И не только Для альтая У меня есть Каприсы Для дуэта Альтая И скрипки А расскажите Что это за жанр Каприс Для наших слушателей Все конечно знают Каприсы Погонения А вот теперь У вас Каприсы Для фортепиано Каприсы Погонения Ну это Такое Неопределенное Даже как Инвенция Очень трудно Дать определение Что такое Инвенция Вот Бах назвал Так инвенция Вот Инвенция Баха Мы знаем Что это такое А что такое В целом Инвенция Вот иди Это определит Довольно трудно То же самое Каприс Вот мы знаем Что такое Каприс Погонения А вот Каприс Как жанр В целом Каприс Это же Как и переводится Каприс Каприз Каприз Ну этюд Я бы сказал Это этюд Такой этюд Изящный Капризный Вот этюд Вот так Можно сказать Ну действительно С музыкальными жанрами Часто возникают И путаницы И особенно при заказах Да Совершенно верно Помните как Феликс Мендельсон Бартольди Писал в переписке Про свои органные сонаты Что ему Английское издательство Заказало Написать в Алюнтаре Это был как раз Жанр Который Сейчас Нам тоже трудно Дать определение Что это за жанр И даже Особенно Мендельсоновских Шесть сонат Они очень необычные Никакие не сонаты Там ни в одной сонате Нет сонатной формы Нет сонатной формы Это очень своеобразно Так что Уже тогда Вот наметилась Проблема с жанрами А сейчас вообще Вообще Это Безбрежная Какая-то Проблема Потому что Такой волюнтаризм Вот я напишу Что-то так Для фортепиана Могу назвать Прелюдия А можете назвать Каприз А могу назвать Симфония Для фортепиана Или фантазия Даже есть Симфония Для фортепиана А вот стоит Запретить Композитор Взял назвал Симфония А вот эта Свобода Она хороша Или все-таки Она Немножко порочная Ну как вам сказать Она неизбежна Неизбежна Такая глобализация Во всем глобализация И в этом тоже Когда просто Такая безбрежная Свобода Композитора Как хочу Так и называю Хочу называю Медитация Хочу называю Прелюдия Хочу там Как-нибудь Бурлеско там Или скерция Или что-то Совершенно Ни к чему Никого не обязывает Это в общем Условно очень В общем Жанры стали Очень условны Как и название Пьес тоже Совершенно верно Ну название Пьес понятно Это здесь всегда Была воля Композитора Вот что-нибудь Там такое Красивое Придумать Вот название Это понятно Но вот жанр Самый апрельный Жанр Это все-таки Жесткая система Была Жанров Теперь эта система Не то что Не жесткая А вообще Полностью Размытая Но тем не менее Ведь как раз К 20 веку В название Перешли жанры И перечисленный Бурлеско И скерция То есть все равно Как бы они имели Определенные формы А сейчас даже Скерция уже Абсолютно Раньше мы знали Форму скерца То есть трехчастную форму Совершенно верно А сейчас мы уже Никогда не сможем Скерция Скерция Шопена Вообще Потеряла свой смысл Скерция Это же шутка В переводе Скерция это шутка А какие шутки У Шопена И вот четыре скерца Это же драматическое Произведение И даже непонятно До конца Почему он назвал Это скерца Что он хотел Всем сказать А вот кстати Это как какая-то Я бы сказал Какая-то насмешка А вот если бы Вы оставляете Заметки литературные Для своих потомков Ведь понятно Что ваше творчество Войдет в историю И вот как например Сейчас бы нам хотелось Спросить Федерика Шопена Почему он назвал скерца Что он имел ввиду Вы оставляете Вот подобные заметки Расшифровки Для будущих поколений Нет Не оставляю Я не считаю Настолько значительным Свою личность И свою музыку Чтобы оставлять Какие-то пояснения Чтобы еще Грузить кого-то Вот чем-то еще Таким Дополнительным Вот осталась музыка Хотите Исполняйте Хотите Нет А что-то такое Об этом писать Мне кажется А есть ли такие же произведения Нет просто Лучше сесть Что-нибудь написать Чем заниматься Писанина Это не мое Не надо Не в свои сани садиться Понятно Дорогие друзья У нас в гостях Выдающийся Латвийский композитор Георг Пелицес И разговариваем Конечно О создании музыки Георг Есть какое-то прям Самое любимое Ваше произведение Или это Все дети И то есть Нельзя выделить А мое собственное Именно собственное Именно все дети Конечно Это тоже самое Что спросить Кого-то любишь Больше Папу или маму Или кто у тебя Десять детей И кто у тебя Самый любимый Вот Это так немножко Некорректно Так что Ну нет Нормальный вопрос Но не могу на него Ответить Но часто бывает еще Что какие-то произведения Становятся очень Исполняемыми И любимыми Среди исполнителей Публики Вы могли бы назвать Такие произведения Чтобы наши слушатели Потом зашли На канал Ютуб И послушали Познакомились С вашим творчеством Да Вот это очень Правильная мысль Вот на Ютубе Очень много Там несколько десятков Примеров Так что можно Там послушать Составить впечатления Ну наверное Так в последнее время Довольно популярный Цветущий жасмин Вот я начал с жасмин А сейчас у меня Уже 15 14 у меня Цветов И в частности Для органы И арфы Кажется И такое есть Да У меня вот для скрипки Вибрафона И камерного оркестра 10 цветов И еще 4 Вот для разных составов Так получилось А в целом Я это назвал Как цикл Фиори музыкали Музыкальные цветы Есть у фрископальди У фрископальди Фиори музыкали А все-таки Ваша полифоническая Это сказывается И любовь И ламаш Скарлатти Умаш И фиори музыкали Скарлатти Это же не полифония Я имею ввиду Это вот история музыки История Именно старинных композиций Это да Это другое дело Это уже немножко шире вопрос Это конечно Я думаю На меня большое Очень влияние Оказали Вот Классики Моя любимая Барокко И вот мои любимые Вивальди Монтеверди Скарлатти Вот 4 3 любимых Композитора Так что Это конечно Конечно Дорогие друзья К сожалению Наша передача Подошла к концу Когда общаешься С такими интересными Собеседниками Время пролетает Настолько незаметно Я вас призываю Зайти на канал Ютуб Послушать записи Георга Пеллицеса И прийти на премьеру 21 мая В старую церковь Святой Гертруды Где Один из лучших Коллективов Латвии Это Квартет саксофонистов Да Во главе С Артисом Симонисом Который мне кажется Вот как раз И создал Здесь Вот это вот Вывел на очень Высокий уровень Саксофонное Исполнительство Является педагог Во-первых Открыл кафедру В Академии музыки Долгое время Был ректором И большой пропагандист Современной музыки Для саксофона И меня очень радует Что он заказывает музыку Такому замечательному композитору Как наш сегодняшний гость Георг Пеллицес Ну что ж До новой встречи До новых встреч Спасибо вам До свидания До свидания На одной волне С городом Радио Балан